МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые дачники, садоводы и огородники Иркутска и Иркутской области! В праздники мы все желаем друг другу счастья и не задумываемся, что в жизни много полезных навыков и привычек, которые помогают обрести это чувство. Одна из них – общение. Многочисленное знакомство – залог успеха. Один подскажет нужный телефон или сайт, другой познакомит с интересным человеком, третий – просто даст хороший совет. Не обязательно дружить круглосуточно. Достаточно знать, что в любой момент можно спросить или попросить. Например, у нашего эксперта мы сейчас спросим, как вырастить гортензию в саду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор рубрики – сеть удачных магазинов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте сегодня поговорим о метельчатой гортензии. Привыкнуть к красоте метельчатой гортензии невозможно. Метельчатые гортензии имеют вытянутое соцветие в форме округлой пирамидки. У них завидная зимостойкость. Большинство сортов способны выдерживать понижение до минус 30 градусов без укрытия, что с успехом позволяет их выращивать в наших сибирских условиях. Цветут эти гортензии очень эффективно и продолжительно в течение нескольких месяцев. Маленькие, большие, рыхлые, плотные, белые, розовые, красные. Из этого разнообразия можно выбрать сорт для любого сада, для любой той же самой причудливой цели. Обращаю ваше внимание, что все сорта сначала распускаются белым и только со временем приобретают цвет, заявленный в описании, например, розовый или красный. Приобретая саженцы, мы хотим 100% их приживаемости. И для этого я хочу представить вам суспензию хлореллы. Этот продукт просто необходим каждому из нас. Все из-за того, что это морская водоросль, высокоэффективный натуральный биостимулятор, который помогает растениям лучше произрастать, ускоряет образование корневой системы, развитие и цветение. На примере этих двух саженцев гортензии я хотела бы показать вам действия суспензии хлорелла. Эти саженцы одного сорта высажены 10 дней назад и содержались в одинаковых условиях. Но это растение я пролила суспензией хлореллы. И мы видим, что с применением хлореллы черенок быстрее укоренился и пошел в рост. Соответственно, второй черенок заметно отстает в развитии. Хлорелла эффективна не только при посадке саженцев и укоренении черенков, но и дает прекрасный результат при замачивании семян. Я замочила семена трех разных гибридов томатов. Конкорд, Дороти и Амиго. Прошло только 12 часов, но мы видим, что все семена набухли, а некоторые даже проклюнулись. Схожесть таких семян будет стопроцентной. Я надеюсь, мои советы вам пригодятся. И от всей души желаю удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Удачный на Гоголе, любимый для многих из нас. А если вы еще не бывали здесь, большое упущение в вашей дачной жизни. Семена, море семян. Особое внимание серии «Удачный сад». Почему? Именно они адаптированы для сибирского климата. Выбор потрясающий. Только томатов мы насчитали 500 сортов. Модные и уникальные многолетники. Хочется посадить каждые из них на своей клумбе и, конечно, радоваться этой божественной красоте. Среди новинок стоит отметить 1. Фитолампы. Последнее достижение технической мысли для рассады. Крепкое, урожайное и красивое. 2. Вермикомпост. Исключительно экологичный продукт от дождевых червей. Хотите получить урожай на 10-15 дней раньше? Используйте его. Нельзя объять необъятное. В «Удачном на Гоголе» есть все, что необходимо нам для комфортной, красивой, урожайной, дачной жизни. Счастье и успех. Два товарища. Второй быстрее приходит к тем, кто не жаждет соответствовать ожиданиям окружающих. Мода на бизнес-леди привела к тому, что многие дамы пытаются сделать карьеру в офисах, тогда как по характеру скроены совсем для другого. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и делайте то, что хотите сами, а не то, чего ждут от вас другие. Станьте собой, поставьте реальные цели, будь то кругосветное путешествие, рождение четверых детей или сад своей мечты. Именно здесь вас ждут настоящие радости и победы. Уважаемые дачники, садоводы и огородники, сегодня мы в гостях у Галины Николаевны Костюковой. У нее очень красивый сад, таких я давно не видела. Естественно, первый вопрос, который я хочу вам задать, как он рождался? Сад рождался не сразу. На это ушел не один год. В общей сложности мы здесь 9 лет. Первые года завозился грунт, делался какой-то ландшафт потихоньку-помаленьку. И в основном был засажен газоном. Потом потихоньку-помаленьку рождались какие-то идеи, прибавлялись клумбочки с каждым годом. Зимой старалась, планировала, во всяком случае, всегда сесть что-то нарисовать, что-то придумать, какие цветы я буду садить, какую рассаду выращивать. Хотелось, чтобы было больше, было красивее. И каждый год было что-то разное. Галина Николаевна, ну вот так, на первый взгляд, очень трудно определить его стиль. Я бы его сравнила с английским каким-то садом. То есть, с одной стороны порядок, а с другой стороны, ну, простите, легкий хаос, причем гармоничный хаос, тщательно продуманный и выстроенный. А вы как оцениваете свое творение? Я не могу его отнести к какому-то определенному стилю. Я просто стараюсь делать, чтобы было в нем красиво и уютно. Чтобы не только меня радовало, но и всех присутствующих. Вы знаете, цветов такое огромное количество. Каждый из них очень хорош. Что мне кажется, потребуется пару часов, чтобы разглядеть, полюбоваться, насладиться этим богатством. А у вас самое любимое, какие? Которые как можно дольше и красивее цветут. Ну, из самых элементарных – это питунья. Люблю калы, люблю лилии. Дорог каждый, потому что каждый раз стараешься что-то приобрести новое. И каждый раз, в зависимости от настроения, что-то разное в этих цветах потом видишь под настроение. На самом деле это так. Галина Николаевна, скажите, пожалуйста, а сколько у вас в вашем розарии рос? Ну, я так думаю, на сегодняшний день за 20. За 20 было больше, но нынешний год не ошел. Тяжелый, тяжелый, да. И были, естественно, потери. А какие из них самые любимые? Я люблю красные, насыщенные. Праздничные. Да, потом немножко дальше, сейчас не знаю, цветет, не цветет, сиреневые розы. Скажите, пожалуйста, а как на зиму вы капаете? Нет, они у нас в грунте. На зиму укрываем и используем материал для теплоизоляции сантехнических труб пенопластовый. Помогает, чувствую? Замечательно помогает. По бокам просто ультрасилу подталкиваем туда, чтобы дышал, чтобы воздух там был. И все. И снег, естественно, заваливает покров снежный. Скажите, пожалуйста, вот многие садоводы очень страдают от того, что розы съедают мыши. У вас есть свой секрет? Ну, секрет не секрет. Сейчас продаются ультразвуковые установки, которые мы используем в сеть. На улице она включается и круглогодично у нас работает. И очень эффективно. Потому что как-то один из прошлых годов у нас они пострадали от грызунов. Ну, слава богу, что вы нашли свой рецепт. Так что, уважаемые дачники, садоводы и огородники, розы прекрасно растут и цветут даже по Байкальскому тракту. Галина Николаевна, я знаю, что вы медик. И у вас практически аптекарский огород. Очень оригинальная форма грядки. Что выращиваете? Выращиваем самое необходимое, самое вкусное. овощи, ну, свекла, морковь, тыквы, кабачки, лук, зелень. Ну, самое элементарное. Все самое лучшее для здоровья? Конечно, конечно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А еще говорят, счастье заразительно. Отыщитесь среди друзей людей, настроенных на позитив, и чаще общайтесь. Это могут быть просто удачливые люди, у которых что ни день, то счастливый билетик. Или оптимисты, чья жизнь может быть не безоблачна, зато они не драматизируют ситуацию, а с юмором воспринимают подножки, поставленные тут и там. Душевный настрой передается по цепочке. Ну, например, нагрубили вам утром маршрутки, и день испорчен. А поболтав с тем, кто всегда в хорошем настроении духа, вы наоборот получите заряд положительной энергии. У позитивно настроенного человека и работа спорится, и отношения складываются. Дневная порция мини-удач будет вам обеспечена. Ведь маленькие радости жизни – это и есть ингредиенты счастья. Например, купили отличные семена с надеждой на баснословный урожай. Перец – одна из очень любимых наших культур. Выращивать ее несложно, но, как для каждой культуры, имеются свои тонкости. Поэтому есть перцы для открытого грунта, есть перцы и для теплиц. Здесь очень большая разница, потому что в теплице мы выращиваем индотерминатные перцы. Что значит перцы индотерминатные? Это непрерывный рост, который мы обязательно должны формировать. А в открытом грунте у нас кустовые перцы, которые более скороспелые, и, я бы даже сказала, нисколько не менее урожайные, чем здесь. Когда мы говорим о выращивании в теплицах, конечно, у нас должны быть прежде всего очень хорошие сорта. Поэтому к выбору сортов мы относимся очень серьезно. Потому что плохие семена урожая получить мы не можем. И имеем просто разочарование, как в это лето. Многие считают, что лето плохое, а я считаю, что просто плохие семена. Ну, какие семена нам очень нравятся? Вот посмотрите, вот это вот желтенькие. Это G540. Многие знают этот гибрид. Очень урожайный, вкусный. Многим очень хочется иметь оранжевую. Вот из оранжевых у нас тоже новенький гибрид. Это Magna. Но я должна сказать, что кое-кто его уже выращивал. А посмотрите, какие очень крупные. Ведь очень многие любят достаточно крупные. Вот это вот стемли. А вот это вот крупные, вот такие вот мясистые. Это Атул. Видите, посмотрите, какие, насколько они крупные. Но многие уже выращивают какие. Вот посмотрите, давайте подойдем немножечко вот сюда. И посмотрим, насколько урожайные у нас. Вот, посмотрите, здесь даже, ну просто невозможно сосчитать, какое количество здесь плодов. Это Snow Dog. Для того, чтобы иметь очень хороший урожай, главное, это основное, я уже повторяю, что это семена, и не торопиться с выращиванием рассады. Почему-то все считают, что перцы надо выращивать в феврале. Это совершенно не так. Так, рассада перцев должна расти не больше 45-50 дней, ну максимум 60 дней. У перцев совершенно не восстанавливается корневая система. Если их посадить на рассаду рано, то корневая система начнет отмирать, и урожая мы получить никогда не сможем. Не то, что раннего, вообще никакого. Какие тонкости выращивания перцев? Основное – это почва. Почва под перцы должна быть плодородная. В нее можно положить только компост или только перегной, и высадить на них перцы. Это первое условие. Второе условие – когда мы высаживаем рассаду, земля должна быть теплая. Ни в коем случае нельзя высаживать рассаду, когда температура почвы ниже 15 градусов. Корневая система начинает отмирать, мы с вами урожая не получим. Многие делают большие ошибки, когда заливают перцы. Перец, конечно, культура очень любит воду, но это не значит, что ее можно заливать. Верхний слой всегда должен быть влажный, но под каждый куст воды выливают небольшое количество, потому что корни могут загнивать, находиться в воде, и растение, конечно, будет нехорошо плодоносить. Многие спрашивают, как часто надо проводить подкормки у перцев. Если это плодородная почва, то практически перец можно не подкармливать. Если не очень плодородная, лучше всего подкармливать комплексными удобрениями. Это может быть акварин, это может быть растворин. Две столовые ложки на 10 литров воды. Не забывайте, что перед подкормкой обязательно надо полить. И перцы обязательно надо в теплицах формировать. Формируем мы практически в два стебля. Вот обратите внимание. Иди сюда. Вот идет стебель. Вот этот вот пасынок, на нем нет ни одного плода. Его надо удалить. Он забирает питательные вещества. И толку не будет. Вот посмотрите, здесь то же самое. Идет без плодов. Мы их удаляем. Вот здесь вот дальше идет продолжение. Пасынок мы удаляем. Это надо делать обязательно. И, конечно, плоды надо снимать вовремя. Мне просто очень хотелось показать, какие бывают плоды. Но как только они начинают принимать свой цвет, оранжевые, желтые, их убирают. Чтобы получать высокие урожаи, надо учиться, как правильно их выращивать. И я надеюсь, что у всех у вас будет очень высокий урожай перцев. Многим из нас серьезное отношение к жизни не позволяет замечать счастливые моменты. Как говорил барон Мюнхгаузен, вы слишком серьезные господа, что ведет к постоянному напряжению. Удача же наоборот выбирает тех, кто смотрит на свои дела менее фатально и понимает, что выиграть в лотерею всегда невозможно. Так что сохраняйте азарт. А также любая проблема перестает быть важной, если ее высмеять. Работает на 100%. Это нелегко сделать, но можно. И как только посмеешься над проблемой, она сдувается, как воздушный шарик. Сломана теплица? Исправить ситуацию просто. Спонсор рубрики – завод поликарбоната «Сотекс». Представляет инновационный поликарбонат «Сотекс Био». Больше тепла – лучше урожай. Когда-то давным-давно мы покупали, а еще точнее доставали полиэтиленовую пленку, чтобы накрыть парник или теплицу. Радовались этому. Затем на смену пленки пришло стекло. Ну а теперь наступила эра сотового поликарбоната. Для того, чтобы сотовый поликарбонат служил нам долгом, мы должны знать определенные правила, о которых сегодня поговорим подробнее. Тяна Васильевна, вы абсолютно правы. Сотовый поликарбонат – это современный строительный материал, который по своим ценовым свойствам, по своим эксклюзационным характеристикам значительно превосходит традиционные поликарбонки, пленки, ПВХ-листы и стекло. Фактически это пластик, который изготавливается по усовершенствованной формуле. К полезным свойствам поликарбоната относятся легкость, прочность, долговечность, красота перевозки и монтажа и богатая цветовая гамма. Существует два вида поликарбоната – монолитный и сотовый. Монолитный поликарбонат представляет из себя сплошной пластиковый лист толщиной от 2 до 12 мм, а сотовый поликарбонат – это ячеистый лист толщиной от 3 до 30 мм, в котором верхняя и нижняя горизонтальные поверхности соединены вертикальными перемычками. Монолитный поликарбонат применяется для остекления и для рекламных конструкций. Сотовый же поликарбонат применяется в присоединительстве теплиц и беседок, навесов и козырьков, для заборов и ветрозащиты, для остекления балконов и мансарды и для декоративной отделки. Теплицы, беседки и козырьки, изготовленные из сотового поликарбоната, становятся настоящим украшением дачного участка. Главное – выбрать качественные листы и правильно их смонтировать. Как правильно выбрать поликарбонат, мы рассказывали в одной из наших предыдущих передач. Сегодня же мы поговорим о том, как правильно его использовать, перевозить, хранить, монтировать и ухаживать. Листы толщиной до 6 мм можно перевозить как в горизонтальных стопках, так и в скрутках. При перевозке листов в скручном виде не допускайте взломов листов, соблюдайте требования к минимальному радиусу изгиба. Листы толщиной более 6 мм рекомендуем перевозить только горизонтально. Для защиты листов во время перевозки и хранения они покрыты специальной транспортной пленкой. При нагревании листа пленка может намертво к нему приклеиться. И чтобы этого избежать, храните листы в затемненном месте, вдали от нагревательных приборов и избегая попадания прямых солнечных лучей. До момента использования листы должны храниться в заводской упаковке. Снимайте защитную пленку непосредственно перед использованием, таким образом, чтобы она не мешала монтажу. Не применяйте для снятия пленки острых и режущих предметов. Делайте это просто рукой, оперевшись на край листа. Правильно ориентируйте лицевую сторону листа. Лицевой стороной листа мы называем ту, которая закрыта защитной пленкой. Она маркирована знаком «Защита от ультрафиолета». Правильно ориентируйте внутренние каналы листа. Ребра жесткости должны располагаться вдоль применяемого поликарбоната. Это делается для того, чтобы накапливающийся конденсат мог выйти наружу. В изогнутых конструкциях, например, в теплицах арочного типа, ребра жесткости должны быть направлены параллельно линии сгиба. Нельзя изгибать листы в поперечном направлении. Перед монтажом обеспечьте герметизацию торцов листа. Это делается либо с помощью профиля, либо с помощью защитной ленты. Для верхнего торца применяется сплошная алюминиевая пленка, для нижнего – перфорированная. Это делается для того, чтобы сверху не попадала пыль, а снизу выходил конденсат. Учитывайте термическую деформацию листа. В жару поликарбонатные листы увеличиваются в размерах, а в холод, наоборот, уменьшаются. При колебании температуры на 40 градусов каждый метр листа может сняться в размеры до 3 мм. При креплении листов необходимо учитывать, оставлять зазоры, компенсирующие эту деформацию. Режьте листы поликарбоната только острыми ножами. Для сверловки используйте сверло для металла. Для отверстия оставляйте от края листа не менее 40 мм. Для крепления листа используйте саморезы со специальными термошайбами. Если вы используете герметики либо уплотнители, смотрите за тем, чтобы их химический состав был совместим с поликарбонатом. При затягивании листа смотрите, чтобы не было трещин, иначе вы испортите свой поликарбонат. Я надеюсь, что сегодня наши телезрители получили огромное количество нужной и полезной информации. Но в первую очередь, мне кажется, она адресована сильной половине человечества. Ну а что делать дамам? Они же, как правило, ухаживают за теплицей. Татьяна Васильевна, все очень просто. Вы можете ухаживать за вашей теплицей, используя тряпочку, либо губку, смоченную в мыльной воде. А если какое-то очень грязное, страшное пятно? Вы можете использовать какое-то мягкое средство для мытья посуды. Самое главное, ни в каком случае не используйте скребки, ножи, какие-то острые предметы, которые могут испортить нашу теплицу. Сейчас, пожалуй, наступает самое лучшее время для того, чтобы купить теплицу, парник, заказать себе беседку или повешать козырьки над машиной. И тогда уже в будущем летом ваш участок будет отличаться особой красотой, богатым урожаем, полезных овощей для всей вашей семьи. Уважаемые дачники, садоводы и огородники, конечно, вы хотите получить хорошую рассаду. Сейчас необходимо ей хорошее освещение. Как вы знаете, благодаря солнечному свету идет фотосинтез, без которого растение не может жить и развиваться. Летом света много, а весной на подоконниках. Растениям необходимо искусственное досвечивание. И тут на помощь приходят фитолампы и фитосветильники. Это светодиодная лампа, имеющая специальный спектр излучения с преобладанием синего и красного цветов. Благодаря ей активизируются процессы фотосинтеза и заметно ускоряется рост и развитие растений. Такие лампы имеют стандартный цоколь. Их легко можно вкрутить в обычную настольную лампу или лампу-прищепку. Вот такие фитолампы и фитосветильники вы найдете в сети магазинов «Город огней». Причем они бывают разной мощности. Цена от 550 рублей. Причем каждому покупателю семена в подарок. Общеизвестно, человек на 80% состоит из воды. Если у него нет мечты, цели и счастья в жизни, то он всего лишь вертикальная лужа. Поэтому будьте счастливы. Пусть в вашу дверь стучатся только хорошие люди, интересные события и добрые вести.